На основании жалоб и обращений волгоградцев в сфере предоставления ритуальных услуг Управление Федеральной Антимонопольной Службы России совместно с прокуратурой организовали проверки и работу в отношении предприятия «Память». Главная претензия – отсутствие конкуренции на рынке. Первый суд касался администрации города и памяти, а второй суд касался только памяти. Причем в разных судах фигурировали разные памяти. Настолько мутная вода здесь, специально создана этой памятью в свое время, чтобы никто ничего не понял. Ни из граждан, которые вынуждены обращаться за их услугами, ни администрация, я думаю, ни налоговая инспекция. За много лет в надзорные ведомства поступили десятки жалоб. Основное, конечно, это, как правило, недопуск на кладбище. Когда люди обращаются не в память, приезжают, их не допускают на кладбище. Все. Говорят, вот эти лица, с которыми у вас договор на оказание ритуальных услуг, они не могут проехать на территорию кладбища и оказать вам услуги по захоронению умершего. А можем только мы. Вот хотите, чтобы у вас не было неприятностей, вот идите к нам, перезаключайте с нами договор, и тогда вот у вас все будет хорошо. Но цена за наши услуги, она будет гораздо выше. Однако, по словам Романа Лучникова, борьба с монополизмом памяти продолжается. Очередной раунд состоится 24 сентября в Волгоградском областном суде, где волгоградцы обжалуют последнюю спасительную салоннику для памяти. Судебные инстанции, в случае высшие судебные инстанции, нас поддержали о том, что да, действительно, рынок оказания ритуальных услуг – это конкурентный рынок. И оказывать эти услуги может любой индивидуальный приматель или какой-то там общественной ответственностью, еще какой-то хозяйствующий субъект, который соответствует установленным для этого законодательством требованиям. Мы будем следить за развитием ситуации. Диана Бакудина, Станислав Кушманов, телеканал «Волгоград-1». Диана Бакудина, Станислав Кушманов, телеканал «Волгоград-1». Продолжение следует...